Международный день родного языка отметят в ближайшие выходные. В России государственным является естественно русский, а вот разговорными стали десятки языков малых народностей и соседних стран. Вспомнить их и посмотреть выставку, посвященную многообразию языковой культуры, можно в городском межнациональном центре. Анна Гурьянова узнала, что родная речь может быть интересной не только для лингвистов. Буквари и сказки, учебники по языкознанию, словари и разговорники. Это не книжный магазин и не библиотека, а музей. Книги стали экспонатами выставки, но не потому, что являются антикварными изданиями. И вот представьте, ваша родная книга, родная речь на русском языке, родная речь на белорусском языке, на украинском, на татарском, на греческом, на финском. У нас сегодня очень много представлено. И когда каждая книжечка, она становится ценной уже тем, что она есть у нас здесь, в Новосибирске. Это красная книга, но написана она не про животных и не про растения. Объект охраны – исчезающие языки нашей страны. В дореволюционной России насчитывалось почти 200 разговорных наречий. Сейчас их меньше 40. Исчезающим языкам грозят не браконьеры, а глобализация и прогресс. Языки исчезают. Они исчезают два языка в год. Исчезает с карты языковой. Потому что не востребован вообще ни язык, нет письменности, язык исчезает. Людмила Счастливенко родилась в Сибири, но свои белорусские корни не забывает. С детства говорит на двух языках и видит, как со временем более распространенный русский поглощает мову. Это наше счастье и наше несчастье. Родность наших языков и похожесть наших языков. Потому что счастье, что мы понимаем друг друга без переводчиков, что мы можем общаться легко. А несчастье, что мы ассимилируемся. Потому что когда и так все понятно, на русском тоже белорусский может отойти. Лингвисты разделяют языки на несколько групп. Есть здоровые – это популярные современные языки. Есть больные, которыми владеют лишь небольшие группы людей. На исчезающих языках и вовсе говорят единицы. А есть мертвые, утраченные языки. Их изучением и восстановлением занимаются ученые. Сохранять жизнь родной речи можно лишь передавая ее от поколения к поколению. У меня внучка родилась. Я ей стараюсь по-татарски напевать песни. Чтобы она слышала, наверняка у нее что-то отложится внутри, в мозгу. Специалисты считают, для выживания языка необходимо, чтобы на нем говорили по меньшей мере 100 тысяч человек. Но язык не умрет до тех пор, пока жив хотя бы единственный его носитель. Анна Гурьянова, Денис Савинский, Новосибирские новости. Анна Гурьянова, Денис Савинский, Новосибирск, Новосибирск. Анна Гурьянова, Денис Савинский, Новосибирск. Продолжение следует...